В холле школы необычная тишина. Сегодня здесь не будут давать звонки и дети тоже не будут бегать по коридорам. Причина – карантин по гриппу. Классный руководитель 6-го Б Татьяна Агапкина отмечает, вчера в ее классе отсутствовали 11 человек, в параллельном чуть больше. По расписанию в эту пятницу у нее уроки по истории России в 6-х и 7-х классах. Татьяна Александровна вместе с другими преподавателями на рабочих местах. Учебный процесс не остановился, а перешел в дистанционный режим. Учителям предстоит разослать задания через электронные ресурсы. В 6-м классе я сейчас прикрепляю домашние задания, то есть сбрасываю ссылку на видеоурок и даю конспект урока, который ребята должны записать себе в тетрадь. И, соответственно, в качестве домашних заданий – это параграф 9 общественной строительной организации на России, которую они должны пересказать, ответить устно на вопросы, повторить хронологию и поработать с картой исторической. Из 1148 учеников отсутствует более трех сотен. Директор учреждения Александр Леонтьев отмечает, на карантин всей школы не закрывались давно. Возможно, вовремя сделанные прививки давали положительную динамику, а в этом году пришлось пойти на крайнюю меру. По разным параллелям разные цифры. В некоторых классах полностью ребятишки справляются с микробами и ходят в школу. А в некоторых классах, прямо по полкласса, вот ребятишки болеют. А в целом, вот 30% по школе уже превышает все нормы. В отсутствие учеников в начальных классах будут работать бактерицидные лампы. Обычно их включают только во время перемены. Да и техническим работникам придется постараться. Им предстоит тщательно мыть стены, протирать двери, парты и подоконники. Мы в течение недели будем санитарную обработку классов, рекреации, стен будем проводить с тем, чтобы обработать после болезни детей. В конце 10 века в Восточной Словении создали государство РУС. Просматривать видеоуроки, читать конспекты, записывать информацию в тетрадь, учить правила и мечтать, чтобы карантин продлили. Ритуал для учеников 39-й школы на предстоящую неделю. Алена Маскалева, Григорий Денисов. Наш Новости.